Друзья, всем привет! На канале рецепты в гостях у Вани. Спасибо, что зашли ко мне в гости. А сегодня предлагаю приготовить самый лучший рецепт курицы в духовке с картошкой. Для этого рецепта я использую куриные бедра и добавляю немного подсолнечного масла. Рецепт хоть и простой, но с этими потрясающими специями он приобретает совершенно другой вкус. Одна чайная ложка паприки. Мели-сунели. Одна чайная ложка. Для пеканности добавлю сушеного чеснока. Пол чайной ложки. С курицей очень хорошо сочетается тимьян. Я использую сушеный. Ну, конечно же, соль. Я использую всегда крупную, пол чайной ложки. И хорошенько все перемешиваю. Курица должна пропитаться всеми специями, которые перейдут к нашей картошке. Курица сейчас промаринуется и заодно прогреется. Это важный момент приготовления этого рецепта. Оставляю ее немного в сторону, чтобы она не мешала. А в это время нарезаю лук. Одна луковица будет вполне достаточно. Полукольцами. Потоньше. Потому что блюдо с картошкой из курицы без лука не будет вкусным. А картошку нарезаю тонкими кольцами. Нарезанную картошку не забываю отправить под холодную воду, чтобы она не потемнела. А следующий момент в этом курином рецепте, и почему это самый лучший рецепт из курицы, это метод приготовления. Я беру сковороду с толстым дном, стальная, горячая. На сковороде образуются маленькие шарики, значит она хорошо нагрелась. Жду, чтобы вода выпарилась. Ставлю температуру пятеркой из десяти и добавляю масло. Но немного. И уже на хорошо разогретую сковороду выкладываю курицу. Шкурой вниз. И старайтесь выкладывать от себя, для того, чтобы масло не попало на руки. И как только отправил курицу на сковороду, температуру на плите увеличиваю на максимум. Обратите внимание, курица лежит на сковороде одним слоем. Если вы готовите много курицы, приготовьте несколько партий. Это одна из составляющих вкусной курицы в духовке, потому что сейчас я запечатаю мясо, и оно получится очень сочное. И когда появляется уверенная золотистая корочка, вот такая, я переворачиваю курицу. Вот теперь температуру на сковороде уменьшаем на пятерку из десяти. Этот процесс у вас должен занять не более пяти минут. Но должна появиться очень красивая и румяная корочка с обеих сторон. И когда я добьюсь желаемого результата, снимаю курицу из-за сковороды. На секунду отставляю сковороду с нагрева и нужно слить воду с картофеля. Отправляю картофель в миску, лук и немного ароматного масла от курицы. Сверху на картошку. Я думаю, вы услышали, что масло еще горячее, и оно обжарило лук на этом этапе. Это мой маленький секрет. Из этого лук я не обжариваю. К картофелю с луком добавляю сухую петрушку. Можно использовать и свежую. Конечно же, щепотку соли, для того, чтобы картошка была не пресная. Не упуская этот момент, использую крупную соль. Тщательно перемешиваю лук с картофелем и специями. Картошка по этому рецепту получится очень ароматная и вкусная. А теперь все вместе отправляю в форму для запекания. Распределяю картофель по дну формы для запекания. Вы, конечно, можете взять и просто противень, либо любую посуду, которую вы используете. И сверху на картофель отправляю курицу. Шкуры кверху. А эти соки, которые в миске, не выливаю, отправляю их также на курицу. Потому что это весь вкус. И отправляю в духовку на температуру 190 градусов. Ничем накрывать не нужно на 45 минут. Друзья, у меня прошло 45 минут. Вся кухня помыта с помощью жены. Все подготовлено. Нужно курицу доставать из духовки. Пахнет уже на всю кухню. Время, конечно, приготовления может отличаться. У меня заняло 45 минут. И даю блюду немного остыть. С картошкой все понятно. Она уже очень вкусная и ароматная. А сейчас хочу показать, какая получилась курица. Куриные бедрышки получаются как на гриле. Послушайте, хрустящие сверху и очень сочные внутри. Сейчас я разрежу и покажу, какие они получаются. Вот, курица полностью пропеклась. Получается очень сочная. Рекомендую вам приготовьте курицу по этому рецепту и вы не пожалеете. Нежнейшее мясо с ароматной и вкусной картошкой. Дорогие мои друзья, это очень вкусный ужин. Приготовьте себе. А у меня для вас очень большая просьба. Если вы еще не подписались, подпишитесь. Нажмите на лайк, нажмите на колокольчик. Для вас это очень просто, а для меня важно. В общем, оставайтесь со мной. До скорых встреч. Пока.